В начале 90-х наряду с другими в Рязани буйствовала банда слонов, которая держала в страхе предпринимателей, выбивая деньги из бизнесменов. В общей сложности на руках банды осталась кровь 85 человек. Очень много происходило в Рязани. Директор нефтезавода сидит там на кухне с женой, в это время там на удочке спускается взрывчаткой Бекфордов, шнур горит, происходит взрыв. Потом у директора нефтезавода пропадает сын-коммерсант вместе со своим охранником, охранник всплывает, десантник в наручниках с оклеенным ртом в оке. И в общем-то эти преступления, заказные убийства, они буквально происходили там каждую неделю. Примечательно, что лидера группировки Вячеслава Ермолова так и не поймали. По некоторым данным он в настоящее время проживает в Европе. Другие же члены Слонов в 2000 году получили тюремные сроки до 15 лет лишения свободы. Семь членов группировки до сих пор находятся в федеральном розыске. Те, кто на свободе, в общем-то мы их так отслеживали судьбу. В общем, кто-то стал заниматься коммерцией, кто поумнее, другие стали работать. Один из авторитетов группировки лично сказал мне, знаете, спасибо вам, что вы сделали. Я говорю, это вообще как-то многого стоит, что это так вот решено. Он говорит, вы знаете, я вот долгие годы бегал от следствия, значит, а потом, когда вернулся в Рязань, то вот понял, что я могу взять и с ребенком своим пройтись по улице. С женой могу под ручку пройтись по улице, а до этого я не мог этого. Прекращение деятельности банды заслуга прежде всего группы следователей, работавших над этим непростым делом. Нам удалось все-таки победить организованную преступность в Рязани. Причем сначала это была Слановская группировка, а потом уже это дело дало толчок, чтобы началась работа в отношении других группировок. Карапетовской, Осокинской, филиалов их в различных городах. Мне часто задают вопрос такой, что, что там их было 800, а вы не всех там посадили. Ну, я обычно говорю так, что, знаете, мы сделали по максимуму. Если кто-то может сделать больше, пусть попробуют. Но что-то вот с тех пор таких людей здесь не находится. Прошло 20 лет, но Рязань до сих пор помнит времена, когда просто выйти на улицу было опасно. И в любой момент можно было оказаться свидетелем кровавой бойни, какую теперь, к счастью, можно увидеть только в кино.